Доброе утро, коллеги! Сегодня мы проводим завершающий вебинар нашей осенней четвертой серии вебинаров. И наш сегодняшний вебинар будет посвящен созданию проекта материального баланса, адаптации и расчету прогноза технологических показателей. Сегодняшний вебинар подготовили для вас я, модератор Наталья Зубова, директор по маркетингу компании Rockflow Dynamics, и наш спикер Роман Шакиров, старший инженер-разработчик группы технической поддержки Rockflow Dynamics. Хочу напомнить, как обычно, что техническая поддержка нашей компании работает 24 на 7. Благодарим вас, что вы всегда с нами. Итак, сегодня у нас наша завершающая серия в этой серии вебинаров. И хочу напомнить еще раз, что задать вопросы нашему эксперту вы можете через окно «Вопросы». Наш спикер ответит на все ваши вопросы по окончании своего выступления. Если у вас останутся вопросы после вебинара, вы всегда можете написать нам на нашу электронную почту, указанную на экране, или же можете написать на почту, указанную в техническую поддержку. Итак, я хочу сейчас передать экран нашему спикеру. Пожалуйста, Роман. Добрый день, уважаемые коллеги. Наталья, подтвердите, пожалуйста, что экран видно, меня хорошо слышно. Роман, экран видно, вас хорошо слышно. Пожалуйста, продолжайте. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Спасибо, что присоединились к нашей сессии вебинаров. Как сказала Наталья, это окончательный вебинар в этой сессии, в этой серии вебинаров. И в будущем вас ждет дополнительная серия, возможно, более интересная. Сегодня наша тема – это создание проекта материального баланса в ПО «Отэнавигатор». Я проведу живую демонстрацию, покажу, как проект создается, как задаются основные параметры, какие есть опции, особенности интерфейса, может быть, какие-то особенности работы с модулем, и покажу, как рассчитывается прогноз. Здесь все данные являются тестовыми, они не основаны на каких-то месторождениях. Они призваны только для того, чтобы показать текущий функционал, какие шаги пользователь должен пройти для того, чтобы получить на выходе прогноз добычи по своему активу. Сегодня будет необычный вебинар несколько, потому что, если вы обратите внимание, перед вами окно «Отэнавигатор» и модуля «Материальный баланс», я его открыл в операционной системе Linux, в частности, Astra Linux, и вы видите, что «Отэнавигатор» выглядит точно так же, как он, собственно, выглядит у вас в системе Windows. Известный факт, что «Отэнавигатор» с первого дня разрабатывается как мультиплатформенное программное обеспечение, работает и в Linux, и в Windows, поэтому с этим, с нашей стороны, пользователю никаких проблем быть не должно. Давайте приступим. Перед вами главное окно модуля «Материальный баланс», который открывается после того, как вы нажмете «Создать проект» в главном окне, либо «Открыть действующий проект» какой-то, да. Давайте начнем работу с модулем. То есть вы видите, что в левой части несколько ограниченное количество вкладок, то есть обычно в модуле «Дизайнеры моделей» там присутствуют вкладки «Графики», геометрические объекты, варианты и прочее. Мы добавили новый функционал, он уже несколько релизов как есть, но, как бы, считаю, важно про него рассказать. Это рабочее пространство, можно сформировать свое рабочее пространство, назвать вкладку так, как хочет пользователь, там «Моя вкладка» или там под определенные задачи, например, набор. И, соответственно, каждая из этих вкладок, да, будет иметь свой набор рабочих окон, которые вы сможете перемещать по рабочему пространству, конфигурировать, как вам это удобно для текущей задачи, для будущей задачи, для демонстрации заказчику, для собственного анализа. То есть очень удобный функционал. Давайте посмотрим, да, вот, например, сейчас открыта вкладка «Материальный баланс». Я могу создать дополнительную группу, да, я могу ее переименовать, например, назвать «Моя группа», нажать «Ок», и вы видите, да, что она появилась. Дальше через «Плюс» я могу добавить сюда любые вкладки, которые вам могут понадобиться. Ну, например, вот вкладка «Материальный баланс», да, я добавил, и, собственно, появилась. Я могу скрыть эту группу, есть горячие клавиши, Ctrl-W, соответственно, мы можем ее скрыть. Сейчас мы перейдем на вкладку «Другую» и, собственно, скроем. Такой небольшой, так скажем, экскурс. Для того, чтобы создать проект «Материального баланса», у нас есть два варианта. Мы можем произвести конвертацию из действующего проекта гидродинамической модели, либо, собственно, создать с нуля. Ну, давайте попробуем создать с нуля. Для этого нам нужно определить с вами свойства флидов. Допустим, у нас будет черная нефть, вариант у нас один, и вы видите, да, что при нажатии и выборе варианта появляется, собственно, окно, которое раньше вы могли видеть в дизайнере ПВТ. Сейчас мы добавили это и сюда. Соответственно, у нас есть фаза вода всегда. Мы должны добавить фазу нефти. Укажем максимальное давление 300 атмосфер. По корреляции стендинга здесь уже указаны основные параметры. Предлагаю так и оставить, поскольку мы работаем с тестовыми данными. Газодержание у нас будет 80, целевое, и остальные параметры указаны на экране. Нажимаю ОК. Создается фаза нефть, да, основные показатели. Здесь мы можем провести визуальный контроль, убедиться, что нас это устраивает, да. И, соответственно, по плюсу мы создадим фазу газ. Также укажем максимальное давление 300 атмосфер. У нас будет сухой газ, и, соответственно, его параметры указаны в табличке ниже. Мы можем их поправить, выбрать из доступных корреляций, собственно, корреляции для расчета тех или иных свойств, и нажатием клавиши ОК создать эту фазу. Аналогично можем произвести визуальный контроль и убедиться, что нам это подходит. Работы по адаптации на сэмплы, на фактические данные, замеров, производятся в модуле дизайнер ПВТ. Соответственно, можно к нему перейти по клавише на правой панели и произвести там адаптацию на те данные, которые у вас есть. То есть попробовать аппоксимировать лабораторные данные с помощью, собственно, известных корреляций. ПВТ данные мы с вами создали. Давайте теперь создадим фазовую проницаемость ОФП. Здесь уже есть некоторый предвыборный вариант. Мы можем, соответственно, создать новый по клавише плюс. Создаем дополнительный вариант. Мы можем определить здесь классически для дизайнера модели, для Т-навигатора в целом. Можем определить тип модели. Здесь нужно сделать небольшое замечание. То, что, допустим, если вы работаете с газовыми активами, у вас газ и вода, соответственно, вам нужно создавать и тип модели. Газ-вода. Ну, у нас в данном случае нефтяной пример. Поэтому выбираем нефть, газ, вода. Мы будем работать с корреляцией кори. Но можно и все остальные использовать, как это удобно пользователю. И больше подходит для ваших данных. Мы можем определить основные параметры корреляции. Ну, давайте, допустим, степени поправим чуть-чуть. Укажем, например, степень для воды. Ну, например, там 1. В системе нефть-вода. Для нефти 2 оставим, например. Нажимаем ОК. Вариант создан. В нашем тесте будет 3 скважины. По легенде скважины обводняются различным образом. Они вскрывают залежь в разной удаленности от ВНК. Соответственно, мы попробуем с вами смоделировать ту ситуацию, когда у нас единственный резервуар. Материального баланса описывает сразу, должен точнее описать процесс обводнения скважин с разной динамикой. Как вы знаете, да, в резервуаре все свойства являются усредненными, поэтому если мы не используем для каждой скважины свою таблицу ОФП, они будут обводняться и, соответственно, работать совершенно одинаково. Поэтому у нас есть такая опция, которая позволяет для каждой скважины выбрать свой вариант ОФП. И давайте третий создадим. К примеру, здесь я выберу немножко максимум агрессивную кривую степень, кривую обводнение и нажму ОК. Соответственно, создались три варианта. Мы с вами можем произвести сравнение с помощью клавиш шестеренка в правой нижней части. Соответственно, если мы выбираем один вариант, мы можем визуализировать только один. Если мы выбираем сравнение вариантов, то мы с вами можем посмотреть все варианты на одном графике. То же самое касается и табличных значений. То есть вот я включил табличку, мы сейчас выключим графики, и мы видим, что вот наши три варианта. Сводная таблица со всеми основными характеристиками корреляции представлена. Это очень удобно для анализа, для подготовки отчетных материалов. Кроме того, мы здесь же можем, собственно, и вносить изменения. Допустим, я 0,6 сделаю, и оно учтется. Я могу сюда вставить что-либо, допустим, из внешнего источника, из какого-нибудь табличного процессора данные. Давайте так и оставим пока. И нажмем сохранить. На данном этапе мы с вами создали три варианта ОФП. Мы создали вариант черной нефти. Мы описали нефть, газ и воду. Далее мы создали основные свойства флюидов и взаимодействия с породой. Давайте теперь создадим наш проект материального баланса и добавим сюда определенное количество резервуаров. Это делается с помощью вкладки «Свойства варианта». Здесь нужно выбрать раздел «Схема». То есть мы вот эти вот вкладочки, которые были в верхней части, мы разместили теперь в панели настройки. Это очень удобно. Можно сверху вниз прямо идти и выбирать подряд те параметры, менять, которые нужно, собственно, друг за дружкой менять. Например, выбираем раздел «Схема». У нас появляется список объектов. Сейчас на схеме ничего нет, поэтому и здесь объектов никаких нет. Давайте добавим. Для того, чтобы добавить, нужно нажать на клавишу «Добавить резервуар». Мы кликаем на рабочее поле и нажимаем «Создать резервуар». То есть вы видите здесь возможность выбрать существующий резервуар. То есть если у вас уже были какие-то созданы в других проектах, вы делаете несколько кейсов, вы можете их добавить уже из предыдущих наработок, так скажем. Ну, мы создадим новый. Создать. Создается резервуар. И давайте добавим «Аквифер» теперь. Это делается аналогично. То есть мы выбираем, нажимаем клавишу «Добавить аквифер», кликаем на рабочее пространство и, собственно, выбираем. У меня уже там есть один аквифер, но я создам новый. «Аквифер 1» у нас будет. В том месте, куда я кликнул, создался объект «Аквифер». Теперь мы можем с помощью объекта добавить проводимость, собственно, установить связь между аквифером и резервуаром. И теперь этот аквифер, да, он работает на этот резервуар. Давайте попробуем задать параметры. То есть для удобства я сконфигурирую рабочее пространство вот следующим образом. У меня в нижней части будет таблица «Матбаланс», которая позволит мне оперировать данными для каждого резервуара. А в верхней части у меня будет, собственно, вкладка «Свойства варианта». И я буду видеть, с чем я работаю в данный момент. Ну, также мы, наверное, перенесем в нижнюю часть и шаблоны графиков, и, например, вкладку «Механизмы добычи». Тоже довольно удобно бывает в нижней части расположить. Итак, «Варианты» и «Матбаланс». Соответственно, у нас в левой панели появился наш резервуар 1 с некоторыми базовыми настройками по умолчанию, которые приняты. И мы теперь должны к нему подключить проект ПВТ. Делается с помощью раздела «Зависимости». То есть здесь вот у нас есть возможность таблички показывать индивидуально. То есть если у вас множество резервуаров, то, соответственно, каждую табличку можно отдельно посмотреть и внести в нее какие-то изменения. Либо мы можем, соответственно, выбрать множественные. И в этом случае мы можем с помощью чекбоксов определить тот набор таблиц, которые мы хотим смотреть с вами одновременно, анализировать. Есть инструменты, которые позволяют транспонировать данные. То есть это тоже бывает удобно, да, в зависимости от того, откуда вы берете данные, в каком виде они хранятся. То есть тоже удобно бывает транспонировать и посмотреть. Или, например, как вы сконфигурировали свое рабочее пространство. Также можно делить как пополам вертикально, вертикальные столбцы добавлять, да, с таблицами, так и горизонтальные. Ну, давайте вернем вид, как было. Значит, подключим вариант 1, который мы с вами создали на предыдущем шаге. Тип флюида у нас будет нефть. То есть они, типы флюида отличаются в основном тем, что различные способы расчета второстепенных фаз. То есть, например, если у нас тип флюида нефть, то мы указываем запасы свободной нефти и начальную долю газовой шапки. Вода рассчитывается в зависимости от насыщенности, связанной водой. Если мы выбираем тип газ, да, то, соответственно, мы указываем начальные запасы газа, а вот начальные запасы нефти уже нет нужды указывать. Если мы выбираем тип флюида пользовательский, то мы можем все три фазы, запасы всех трех фаз, указать в явном виде и воды, и нефти, и газа. Это бывает так же удобно. Но выберем тип флюида нефть. Давление выберем, укажем, начальное давление 300 атмосфер, 300 бар. Опорная глубина у нас будет 3 километра. Нажимаемость породы оставим, как есть по умолчанию, и газосодержание у нас установилось согласно тому ПВТ-варианту, который мы с вами указали. То есть, 80. Соответственно, газосодержание значения 80 соответствует давление насыщения, сто сто сорок шесть, ну и семь бар. Далее, объемы и запасы. То есть, мы должны с вами указать начальные запасы, которые мы предполагаем могут быть. Или, например, если у нас нет задачи рассчитать запасы в залеже, например, подобрать Аквифер, то мы уже знаем значение запасов, и, соответственно, можем указать. Есть, опять же, несколько вариантов задано и из контактов. То есть, если мы указываем вариант из контактов, то мы должны указать радиус резервуара, кровлю, подошву резервуара, коэффициент песчанистости, ну и, соответственно, контакты. Вода нефтяной и газо-нефтяной контакты. Если мы, и, соответственно, объемы будут посчитаны, исходя из этих упрощенных параметров геометрии пласта. Соответственно, либо можем выбрать способ расчета задано, то есть, определенный пользователям. И в этом случае мы указываем в явном виде пористость, мы указываем водонасыщенность, связанную. Мы указываем запасы свободной нефти. В данном случае у меня будет 10 миллионов. И начальную долю газовой шапки. Ну, в данном случае я могу указать любую. Да, и вот если мы посмотрим настройки, посмотрим настройки схемы, то мы можем с вами раскрасить цвет резервуара, придать согласно фазовому насыщению. Нажимаем применить, и вы видите, да, что цвет раскрасился. Поскольку я указал начальную долю газовой шапки, у нас появился красненький цвет, то есть, в верхней части резервуара, который символизирует наличие газовой шапки. То есть, если я укажу 0, соответственно, резервуар станет зеленым, что будет символизировать полностью насыщенность нефти. Давайте так и оставим. В этом примере мы, как я говорил, работаем с нефтяной залежью. Нажимаем сохранить. И теперь давайте поработаем со скважинами. То есть, нам нужно добавить скважины. Это делается с помощью клавиши добавить скважину. Мы указываем. И здесь есть тоже аналогичное создание других объектов диалог. Мы можем создать новую скважину, а можем выбрать существующее. Ну, в данном случае я выберу существующее. То есть, я клавишей мыши, левой клавишей мыши зажатой, выделяю все три скважины, нажимаю ОК, и вот они появились у меня вот в этом месте. Давайте посмотрим, что мы можем с этим теперь сделать. Мы добавили аналогично интерфейсу дизайнера сетей. Мы добавили сюда инструменты, которые позволяют расположить, изменить положение объектов в зависимости друг от друга. Например, мы с вами расположили вот в таком виде три скважины. Они сейчас находятся в некотором беспорядке. Мы тут не видим названий. Давайте попробуем с этим что-нибудь сделать. Я могу их выделить, нажать на клавишу на правой панели, нижнюю, и здесь я могу, соответственно, различные операции к их положению применить. Ну, в данном случае я хочу выровнять, сделать, точнее, расстояние между ними равными. Нажимаю, и они выравниваются. То есть, программа анализирует положение левого объекта, правого объекта, и все остальные по равному расстоянию между ними располагают. Если мы с вами расположим вот так, например, да, и выделим выравнивание по горизонтали, соответственно, это тоже, они выровняются. Есть горячие клавиши, что бывает удобно. Давайте попробуем выровнять по вертикали теперь вот эти объекты. Соответственно, ну, немножко был сдвинут резервуар, один он подвинулся. Теперь у нас в некотором порядке пребывает на рабочем пространстве. И давайте пойдем дальше. То есть, на данном этапе мы создали резервуар, мы задали его параметры, мы создали Аквифер, его подключили. Давайте здесь вот я не выбрал ОФП, сейчас я его выбрал. Вот. И есть еще одна возможность задавать параметры резервуаров. Это дважды кликнув на сам резервуар, на вкладке схема. Здесь появляется окно со свойствами, где мы можем указать, собственно, параметры инициализации, давление, опорную глубину, сжимаемость, начальное газ содержание и объемные параметры. Да, это пористость, связанную воду, ну, то есть аналогично таблица вот ниже, которую мы уже с вами заполнили. Нажимаем, собственно, закрыть. И в данном случае мы создали. Давайте теперь определим параметры Аквифера. Нажимаем дважды на объект Аквифер, у нас появляется окно, которое позволяет сконфигурировать его параметры. Мы можем выбирать различные типы Аквифера, стандартные для Т-навигатора, то есть это и Фитковича различных типов, и картера трейси, полуаналитические и прочее. Ну, в данном случае давайте выберем картера трейси. Соответственно, таблица в правой части изменилась, и мы можем с вами задать параметры. Нужно отдать, как бы сделать, удивить некоторое внимание к следующему моменту. Где значения в таблице есть, те, собственно, нам и нужно поправить. Все остальное может быть оставлено по умолчанию. В данном случае мы ставим опорную глубину, как у нашего резервуара. Начальное давление рассчитается так, чтобы Аквифер с резервуаром был в равновесии. Укажем проницаемость, например, Аквифера. Пористость, ну, давайте тоже укажем, аналогичную резервуару, но если мы не укажем, она будет принята равна единице, насколько мне известно. Общая сжимаемость Аквифера, такой же сделаем, как и у породы. Оставим внутренний радиус. Ну, давайте сделаем, ну, скажем, 10 километров, например. Огромная залежь будет. И мощность укажем, к примеру, 10 метров. Также можно указать отношение внутреннего радиуса к внешнему с помощью вот этой галочки, этих параметров. Соответственно, это позволит задать в конечную модель Аквифера Картера Трейси, ну, данной задачи не будем пока это делать, но такая возможность существует. Нажимаем закрыть. Аквифер у нас тоже сконфигурирован. Я сохраняю проект. И давайте поработаем со скважиной. Для того, чтобы задать историю скважин, нам нужно создать стратегию, историческую стратегию. Для того, чтобы задать историческую стратегию добычу, которая, собственно, была по залежи, то есть мы можем действовать следующим образом. Нам нужно создать таблицу добычи скважин. Это стандартный функционал. То есть вы видите табличку. Таблица скважина 1, 2, 3. То есть я заранее загрузил этот проект. Это можно делать различными способами, которые, собственно, предусмотрены дизайнером модели и, соответственно, модуля материальный баланс. Это можно сделать с помощью клавиш на правой панели, импорт истории, одна таблица, соответственно, мы сюда указываем табличку, определяем ее параметры, шапки, формат даты, формат времени, что у нас будет неактивными элементами заполняться. И таким образом загружаем. Либо, соответственно, можно из каких-то других форматов данных выполнить загрузку. Ну и самый простой, наверное, да, это с помощью прямой вставки в табличку мы можем скопировать откуда-то данные и сюда вставить. Интересной особенностью, то есть особенно если, например, пользователи переходят с другого программного продукта, то мы можем указать накупленную добычу, перенести, а дебеты, которые необходимы для расчета истории, мы можем с вами рассчитать. Есть специальная команда, называется расчет по правой кнопке мыши на таблице, которая позволяет рассчитать накопленные по дебетам, дебеты по накопленным, или за месячную добычу, или годовую, соответственно, рассчитать дебет по отношениям, если мы указываем газофактор ободненности, то дебеты будут пересчитаны относительно главной фазы. Или, например, БХП по забойное давление по устьевому, к примеру, если есть в ВИФП таблице. В данном случае у меня уже есть дебет, нефть, дебеты все есть, у меня есть накопленные показатели, есть даты, скважины, в данной таблице все есть, поэтому я сейчас эти операции производить не буду. И далее нам с вами нужно создать таблицу добычи по регионам, в которой мы будем заносить замеры давлений в те даты, в которые они были, на которые мы хотим производить адаптацию. В данном случае я тоже уже загрузил эту таблицу, но функционал, собственно, аналогичный. Мы можем создать где-то файл с таблицей, и сюда его загрузить с помощью стандартного диалога импорт добычи регионов. Либо с помощью прямой вставки, собственно, в таблицу. В этой таблице нам необходимыми данными являются среднее давление по резервуару, то есть здесь вот есть колонка, имя резервуара, соответственно, да, и вот мы указываем среднее давление по датам и вес этого замера. То есть мы можем в процессе адаптации управлять процессом адаптации с помощью вот колонки вес. Если, например, какой-то из замеров вызывает у нас вопросы, допустим, его степень неопределенности гораздо выше, чем степень неопределенности замера другого, да, или всех остальных, то мы можем указать, с каким весом он должен использоваться в процессе автоадаптации. То есть, допустим, вес я поставлю 0, и эта точка будет исключена из расчета целевой функции, соответственно, адаптация не будет на нее обращать внимание. Либо, допустим, я могу поставить более высокий вес. В данном случае мы с вами создали там резервуар 1, поэтому давайте скорректируем имя резервуара в таблице на, собственно, резервуар 1. Обратите внимание, да, что я могу для каждой строчки выбрать имя резервуара, а могу, собственно, выделить несколько, весь столбец или несколько строчек и внести соответствующие изменения с помощью диалога автозаполнения. Это доступно, собственно, для всех столбцов. Это все можно сделать. Нажимаю «Сохранить». Таким образом, у нас с вами есть таблица добычи по региону, у нас есть таблица добычи скважин, и мы готовы приступить к тому, чтобы создать стратегию разработки, которую будем использовать в процессе автоадаптации. У меня здесь уже создана стратегия для адаптации, она не имеет никаких параметров, поэтому мы сейчас займемся тем, что заполним эти параметры. Действовать будем следующим образом. Нам нужно создать временные шаги, а затем определить правила подключения скважин и правила, собственно, задания истории. Начнем с шагов. Я кликаю на стратегию для адаптации, нажимаю на клавишу «Редактор временных шагов». Появляется диалог, который позволяет мне либо вручную создать шаги, либо считать их из каких-то других источников данных. Например, есть возможность добавить временные шаги по таблицам. Это очень удобно, поскольку мы с вами уже загрузили таблицу добычи, соответственно, она имеет данные, все необходимые. Давайте, собственно, на основе нее и импортируем. Выбираю таблицу добычи скважин. Таблица добычи скважин, она у нас одна, поэтому в списке она одна. Была бы вторая, здесь тоже появилась. Нажимаю на нее, и появляются временные шаги, полностью соответствующие той таблице добычи. Также я мог бы выбрать какие-то другие типы таблиц, либо вообще все таблицы, чтобы у меня была общая стратегия, в которой обладают всеми необходимыми шагами. Нажимаю «Закрыть», и вы видите, да, что все уже создано. Видите, основные начало и конец адаптации, собственно, временные шаги созданы. Далее я нажимаю на дату, создать правило, создать новое правило, и появляется диалог, стандартный диалог для навигатора, где мы определяем те правила, которыми будут управляться скважины. Мы должны пролистать вниз, и, собственно, мы видим раздел «Материальный баланс». Можем выбрать первое правило «Задать историческое управление скважиной» по таблице, и с помощью «Контрола» выберем второе «Подключение скважины истории». Нажимаем «Ок», и появляются два правила. Давайте начнем с первого. Если вы создавали стратегию разработки в дизайнере модели, вам этот диалог знаком, он несколько изменен для того, чтобы в нем остались только те параметры, которые необходимы для работы с модулем «Материальный баланс». В таблице добычи скважин мы ее выбираем. Выбираем опцию расчета коэффициента эксплуатации. Ну, там я его не вводил, поэтому я ставлю по умолчанию. И, как вы видите, для добывающих скважин по умолчанию режим работы «Добавить все» указан. То есть мы будем отбирать из ячейки все три фазы одновременно, так как это указано в таблице добычи. Водонагнетательная скважина аналогично. Ну, там, собственно, будет нагнетаться вода, газонагнетательная и многофазная. Все полностью аналогично. Я сконфигурировал это правило и перехожу к следующему. Подключение скважины «История». Здесь несколько столбцов, которые нам нужно заполнить. Если у вас есть какие-то группы скважин, то это можно сделать, собственно, с помощью фильтров. Если вы создали фильтры, например, по этой залежи, по той, по третьей, по еще какой-то залежи, по каждой своей наборной скважин, вы можете добавлять их с помощью вот этого функционала, соответственно, фильтром, в которых они находятся. Либо, если мы нажмем «Добавить скважины в таблицу», то программа посмотрит, какие есть скважины, и добавит их в эту таблицу автоматически. Вот они добавились. Скважины 1, 2, 3, которые соответствовали тем, что мы создали с вами. Выбираем имя резервуара, к которому мы должны подключить. То есть я, опять же, выбираю весь столбец, нажимаю «Резервуар 1» и подключаю к этому резервуару. То есть скважина будет добывать из него теперь ту добычу, которая указана в таблице. Далее у меня есть столбец «Коэффициент распределения». Я отсюда укажу единички, потому что 100% добычи каждая скважина добывает из этого резервуара. Если бы у меня был второй резервуар, к примеру, то я мог бы действовать следующим образом. Я мог бы сказать, что скважина 3 подключена ко второму резервуару, и отсюда она добывает 0,7, а отсюда 0,3. Соответственно, в процессе расчета истории алгоритм из резервуара 1 отберет 70% добычи от этой скважины, а 30% доберет из второго резервуара. В данном случае мы это не используем. Нажимаем «Удаляем». Что будет, если мы оставим здесь 0,7? В этом случае будет добыт 70% добычи скважины номер 3. Это сделано для того, чтобы вы могли проанализировать долю вклада каждой скважины в этот резервуар, допустим, чтобы это могло быть, скажем так, параметром надстройки, анализа и так далее. Это очень удобно. Вам не нужно, допустим, если у вас стоит задача определить, оправда ли столько закачивается или столько добывается, то есть какую-то нецелевую добычу определить или закачку, вот можно с помощью этого действовать. Вы адаптируетесь таким образом постовое давление в резервуаре, меняя объем добычи или закачки. Укажем единицу. И поскольку мы для каждой скважины создали свой вариант ОФП, то мы здесь тоже его выберем. Вот, все, выбрали. Нажимаем «Сохранить». И давайте посмотрим, как у нас изменились данные на вкладке «Свойства варианта». Мы открываем схему снова, и мы видим, что скважины, которые ранее не были соединены с резервуаром, теперь соединены. Они соединены, потому что мы это сделали с помощью правила стратегии. Мы там определили в явном виде, какие скважины к какому резервуару подключены в данный момент. Стратегию можно выбирать с помощью раздела «Данные по скважину». Здесь вот различные стратегии. Можно выбрать, можно добавить сюда еще одну, например, если у вас сначала считается история, потом прогноз, вы можете все это в одно, в один раздел внести и использовать как накопленную стратегию общую. Ну, это мы, собственно, дальше и сделаем. Мы с вами создали, в данном случае, проект. Создали три скважины, создали резервуар, задали его параметры, основные, начальные, аквифер. Его параметры задали. Значит, создали скважины. И дальше, соответственно, мы с вами можем определить, что нам записывать, какие результаты. Ну, в данном случае я выберу запись всего, потому что, значит, ну, расчет матбаланса занимает очень маленькое время и не хранит каких-то тяжелых данных, поэтому я предпочитаю записывать все. Далее данные по скважинам, стратегия для адаптации. И, собственно, все. Давайте попробуем теперь инициализировать расчет и, собственно, выполнить первый прогон. Я нажимаю зеленую кнопку инициализировать. Мне предлагается создать новый результат, новый вариант посчитать, либо заменить существующий. Ну, давайте создадим новый, напишем, допустим, первый прогон и нажмем ОК. Модель инициализировалась. Мы можем проверить это в логе. Соответственно, и как мы видим, никаких ошибок нет. Я скрыл обратный лог. Очень удобно. Есть горячий клавишек Ctrl 1 позволяет его открыть и Ctrl опять же 1 закрыть. Да, это может вам как сэкономить рабочее пространство, так и быть удобным, потому что он будет всегда перед глазами, и вы сможете легко произвести диагностику вашего расчета. Ну, давайте нажмем посчитать. Собственно, бегунок в верхней части окна дошел до конца довольно быстро. Мы посчитали, то есть, получается, 240 шагов. Мы считали с 18 октября 2023 года, то есть, со вчера по 1943 год. Ну, это все-таки адаптация, конечно, исторического варианта, несмотря на то, что такие даты. Нажимаю сохранить и давайте посмотрим шаблоны графиков. Вот здесь у меня уже был расчет. Давайте посмотрим первый прогон. я выбираю, выбираю резервуар 1, поскольку он называется резервуар 1, и у меня, собственно, я могу посмотреть графики. Добыча жидкости, добыча нефти, вода, добыча воды, обводненность, закачка, давление. Мы можем также посмотреть по скважинам, то есть, вы видите, да, что все три скважины, они вводятся в разные даты, они обладают разной продуктивностью, соответственно, и разной динамикой обводнения. То есть, одна скважина, допустим, вторая более интенсивно, обводняются остальные менее и так далее. Давайте создадим теперь, допустим, новый шаблон, и мы хотим проанализировать с вами давление. Выбираем график среднее значение, значение среднего давления, и мы с вами видим, да, что давление историческое из таблицы добычи по региону, вот, по всплывающей подсказке это видно, оно несколько ниже, чем то, что у нас получилось по расчету. Несмотря на то, что динамика довольно близкая, тем не менее, есть отличия. Вы видите, что такими некоторыми ступеньками, давайте попробуем немножко настроить шаблон, выберем не ступенчатую, а непрерывную линию, ну, это будет более так презентабельно выглядеть. Проект уже у нас сохранен, то есть, наша задача теперь, собственно, произвести адаптацию. давайте попробуем это сделать. То есть, положим, что в запасы, в залежи мы верим, но у нас есть неопределенность в активности аквифера и вообще в его мощности. Давайте попробуем, собственно, в процессе адаптации и к этому прийти. Выбираю кейс, иду на вкладку свойства, варианта, схема, и в правой панели есть клавиша адаптация материального баланса. Нажимаю, и появляется диалог автоадаптации, который позволяет нам определить ее параметры и запустить на расчет. В левой части представлены объекты, которые мы можем управлять, менять. То есть, например, я могу задать параметры аквифера, я могу определить параметры резервуара, то есть, я ставлю галочку и указываю минимальный, максимальное значение, в каких пределах автоадаптация может производить настройку. И также, как я говорил, мы можем также и посмотреть параметры стратегии разработки, то есть, тоже их варьировать в процессе адаптации, видите, жирным подсвечена стратегия, которая подключена к этому проекту, и те правила, которые мы можем использовать. Если мы здесь расширим, мы увидим, что там написано стратегия разработки, дата, какое правило и какой параметр, это allocation factor, то есть, коэффициент распределения. Если у нас была задача понять распределение добычи между двумя резервуарами, например, двумя пластами, в которых мы знаем давление, но не знаем распределение, в процессе адаптации мы могли бы прийти, собственно, к этому, мы указали бы, что стратегия разработки использует правила для адаптации, используя правила стратегии разработки в таких-то пределах, меняй как центр распределения, так, чтобы смачить, садаптировать давление в обоих резервуарах. Так, ну, давайте поработаем в данном случае с аквифером. Здесь есть интересные тоже опции, то есть мы можем осуществлять поиск, да, то есть, например, я хочу менять внутренний радиус, я пишу внутренний радиус и появляется единственная строка, которая это содержит. То есть, если будет несколько аквиферов, допустим, там, 10 штук, и вы напишите здесь внутренний радиус, то произойдет фильтрация, и вы увидите только это, эти строки по выбранным аквиферам. Так, у нас здесь что есть? Мы ставим галочку, мы говорим, то есть, у нас давление с вами в расчете выше, да, значит, аквифер должен быть поменьше. Ну, допустим, укажем минимальное значение 1000, максимальное менять не буду, базовое значение 10000, оно берется из текущих параметров аквифера. Обратите внимание, тут есть опции определенные. Мы можем указать минимальное, максимальное значение в явном виде, можем указать проценты, то есть, 10% от этого или, например, 110% от базового значения или множитель. Можем также указать, это бывает удобно, то есть, если вам какие-то неровные значения, да, не такие, как у нас удобные 10000, то хочу в два раза больше. Вот, можно в максимальное значение поставить цифру 2 и оно будет, он будет умножать, то есть, соответственно, если, например, здесь поставлю 2, вернусь на значение, то нехитрая математическая операция позволила умножить на два базовые значения. Ну, вернем, допустим, множитель на 1,1, это было, и вот у нас осталось 11000. Есть настройки, допустим, создавать новые объекты, если мы произведем адаптацию, и мы не хотим менять текущие объекты, а создавать новые каждый раз, при каждой итерации адаптации, то мы можем нажать эту галочку, и, соответственно, создастся параллельный расчет, чтобы несколько вариантов адаптации считались параллельно, и остановка при медленной исходимости, то есть, если улучшение не происходит за заданное число итераций и необходимое улучшение, то расчет будет остановлен. Ну, и алгоритмы можно выбрать. Давайте, давайте, собственно, это и сделаем, допустим, я поставлю, скажем, 50 итераций, 1%, буду варьировать внутренний радиус, то, что мы уже с вами сделали, и нажму запустить адаптацию. Появляется окошко с номером итерации, с процентом, с текущей невязкой общей, и параметром, который мы адаптируем, с минимальным значением, максимальным, с текущим. Ну, давайте, немножко подождем. Как вы видите, значение меняется, да, мы можем таким образом контролировать, что не уперлись ли мы в максимальное или в минимальное значение. то есть, вы видите, что невязка в какой-то момент стала очень маленькой, это значит, что он уже получил некоторую итерацию с лучшим значением этого параметра, но, тем не менее, пытается ее улучшить дальше. Как раз для таких случаев есть галочка «Остановка примедленной исходимости», то есть, чтобы мы могли контролировать этот процесс. Давайте еще несколько итераций подождем. «Остановка» Видео, невязка еще уменьшилась, значит, что он подобрал еще более близкое значение. Ну, давайте, наверное, я нажму «Заверкнуть». Вот, смотрите, я нажал «Заверкнуть», и, соответственно, программа показывает текущую невязку в момент для лучшей итерации до завершения расчета. Соответственно, «Оквифер 1», внутренний радиус 5000,2. Если меня это устраивает, я могу нажать «Применить», и в этом случае в «Оквифер», в параметры «Оквифера» задастся это значение, да, вот вы видите, задалось. И также был рассчитан вариант «History Matching Result 1», который, собственно, мы можем посмотреть, и мы с вами увидим, да, что стало, мягко говоря, гораздо ближе. То есть, вот первый прогон это верхний график, адаптированный вариант, адаптированный вариант, вот он стал, собственно, как и как есть. Да, полностью соответствует историческому, целевому значению. Нажимаем «Окей», то есть мы говорим, мы говорим теперь, что хорошо, в запасах мы были уверены, мы были не уверены в мощности «Оквифера», ее мы контролировали с помощью его размера, да, мы задавали внутренний радиус, и, соответственно, изменяя внутренний радиус, автоадаптация позволила нам садаптировать, найти то значение внутреннего радиуса, которое позволит, позволило, собственно, приблизиться к целевым значением давления в резервуаре. Нажимаем «Закрыть». Собственно, на этом адаптацию можем ставить законченной, да, мы можем посмотреть, кстати, еще механизмы добычи. Давайте посмотрим. Вот, мы видим, да, что по результатам адаптации, ну и вообще это супер водонапорный режим, где у нас приток воды из «Оквифера» определяет вообще все, да, и есть вот часть энергетики, которую в том числе добавляет и связанная вода, нефть, расширение парового объема и так далее. Давайте теперь попробуем посчитать прогноз. Для этого есть тоже пара особенностей. Для расчета прогноза мы можем что делать? Мы можем просто добавить шаги в текущую стратегию и расчет продолжим отбирать из резервуара все три фазы, так как это было последний шаг адаптации. Либо мы можем с вами подключить IPR по скважину и соответственно уже посчитать прогноз, контролируя, к примеру, забойное давление или дебет конкретной фазы, например, по жидкости. Давайте попробуем. Для того, чтобы построить IPR, мы добавили на вкладку дизайнер скважины возможность это сделать. В данном случае у меня уже созданы, давайте для демонстрации тоже сделаем. То есть правой кнопкой нажимаем на скважину, создать таблицу IPR и появляется окошко IPR, то есть я вот сдвинул эту рабочую область ниже, которая позволит мне выбрать фазу для этой IPR, выбрать модель различную, там и Вогеля, Фиткович, продуктивность, композитную, то есть совершенно разные, можно использовать модели. Допустим, там Вогеля выберем. И мы, соответственно, можем указать пластовое давление, температуру, коэффициент Вогеля и, допустим, максимальный дебет. У нас построилась IPR, которая будет в будущем использована на расчете. Давайте ее сравним с IPR1, который я до этого построил. Ну, собственно, вот она, да, до этого я строил. Ну, ее мы и будем использовать. Хорошо. То есть, так я для каждой скважины создал. Вы можете создавать из этого интерфейса или, если у вас уже есть IPR в проекте дизайнера скважин, можно использовать, собственно, из проекта дизайнера скважин. Нажимаю сохранить. Идем теперь в стратегию. Нам нужно создать стратегию для прогноза. Здесь у меня я добавил шаги, да, добавил шаги, она начинается с 18 октября 43-го, то есть, когда заканчивается стратегия адаптации, стратегия адаптации, и дальше плюс 5 лет каждый месяц. Я должен добавить сюда несколько правил. Первое правило это управление добывающими скважинами на прогноз, то есть, это ключевое слово в оконпрод, по сути, и мы задаем скважину 1, 2, 3, открыть, то есть, статус открыт, режим работы, дебит жидкости, дебит жидкости указан, то есть, это дебит жидкости, с которым она работает в данный момент, и подключение скважины, прогноз. Здесь тоже важные моменты есть, можно, давайте подключим, собственно, к резервуару 1, с которым мы сейчас работаем, тоже есть параметр коэффициент распределения, и в данном случае, смотрите, мы выбираем имя проекта дизайнера скважин, то есть, 1, 2, 3, для каждой скважины, то, что мы создали вот здесь, мы выбираем имя IPR, собственно, которое хранится в этом дизайнере скважины, и мы выбираем, если при желании, если мы хотим, да, чтобы обводение скважины, динамика изменения шла по закону отличному от ОФП, заданных в резервуаре, мы можем для каждой скважины создать, собственно, свой, свой вариант ОФП, ну, что я в данном случае сделал, нажимаем сохранить, то есть, мы в данном случае подключили, здесь мы с вами указали режим работы, да, и давайте, собственно, перейдем к расчету прогнозов, идем в свойства варианта, наш вариант, давайте его скопируем, нажму создать копию, позову, прогноз, нажму ОК, и у меня, собственно, он скопировался, теперь я иду, он полностью аналогичен, я иду в данный скважин, и добавлю сюда стратегию, еще одну стратегию, матбаланс прогноз, ОК, соответственно, стратегия добавлена, нажимаем ОК, и, в целом, мы сейчас с вами, готовы для того, чтобы посчитать прогноз, я еще сделал некоторую ремарку, мы можем использовать все правила, которые нам задают некоторые ограничения, то есть, например, если вы хотите выключать скважину по обводенности, то есть, вы можете указать это правило, если вы хотите использовать какие-то групповые ограничения, на добычу, закачку, то есть, это тоже все возможно использовать, то есть, все правила, которые вы здесь видите, они, собственно, которые управляют скважинами, да, они должны быть доступны, По крайней мере, больше их часть. Есть поправка на давление скважины, кстати. Это возможность сместить пластовое давление для каждой скважины. То есть, например, если скважина вскрывает реальную залежь на разной глубине, соответственно, пластовое давление будет разное. И в случае расчета для каждой скважины есть необходимость указать этот сдвиг по пластовому давлению. Это делается с помощью правилопоправки на давление скважины. То есть, вы говорите, что пластовое давление для расчета этой скважины сдвинет на 20 бар, например. Или на минус 20, в зависимости от того, куда это нужно делать. В данном случае мы считаем базовую конфигурацию прогноза, поэтому я не буду добавлять. Управление добывающими скважины определили. IPR-ы подключили. У нас проект сохранен. Давайте, собственно, попробуем выполнить расчет. Нажимаем опять инициализировать. Нажимаем рассчитать. И вы видите, что уже не 240 шагов, а 300. И расчет прошел до 1948 года. Я сделал сейчас общий кейс, который включается и историю прогноз. Но, на самом деле, вы можете при желании сделать и с рестарта расчета, если, допустим, история длинная или по дням, или там еще что-то долго считается. Хотя матбаланс обычно очень быстро считается. Вы можете, собственно, считать прогнозы с рестарта. Давайте посмотрим, что получилось. Добавим на этот же график теперь давление. И вот мы видим, что, собственно, график был продлен. В зависимости от IPR, от отборов, конечно, может отличаться. Но тоже вопрос дальнейшей настройки. То есть мы видим, что скважины, по которым абонентность меньше были, в данном случае, IPR была помощнее, и мы стали больше добывать. Поэтому дебет нефти у нас вырос, а абонентность сократилась. Но в целом, давайте попробуем по скважинам еще посмотреть. Да, вот, собственно, о чем я говорил. Есть скважина, по которым добыча прошла дальше. Собственно, ничего не поменялось. Режим остался тот же работы. Вот есть, собственно, забойное давление появилось, как вы видите. А есть скважина, по которым, собственно, произошли некоторые изменения. Вот это, опять же, связано с различными ОФП, которые мы использовали. В целом, наверное, на этом можем закончить. Давайте посмотрим еще раз, шаблон графика перейдем. Включим давление. По резервуару. И будем заканчивать наш вебинар. Спасибо большое за внимание, коллеги. Роман, да, пожалуйста, прошу вас там у коллег, есть ряд вопросов к вам. Пожалуйста, перейдите в раздел «Вопросы» и попробуйте ответить, старайтесь на вопросы коллег по вашему докладу. Спасибо большое. Да, конечно, Наталья. Давайте перейдем к вопросам. Так, первый вопрос. Добрый день. Как подключить Аквифер, если на вкладке «Свойства варианта» нету синей иконки Аквифера? Как ее добавить на рабочую область? Вероятно, вы работаете в более ранней версии. Программа развивается очень активно. То есть, ну, понятно, что модуль материальный баланс около года, чуть больше года, поэтому мы постоянно добавляем новый функционал и оптимизируем положение рабочих объектов на рабочем пространстве пользователя. Поэтому вам необходимо обновиться, вот, и, соответственно, таким образом у вас появится и вкладка Аквифер, точнее, кнопка Аквифер, и вы сможете добавить. В вашей версии, насколько я понимаю, по вопросу, по следующему вопросу 23.1, вам нужно в геометрических объектах, точнее, на вкладке «Матбаланс» создать Аквифер и затем там через табличку его подключить. Вот. Если у вас нет возможности обновиться, то есть напишите на почту, и мы проконсультируем вас. Вес. Да, второй вопрос, собственно, про вес. Да, это тоже связано с не самой актуальной версией программы. Если вы обновитесь, то этот столбец будет... Роман, можно вас попросить зачитывать вопросы, потому что наши коллеги их не видят. Да, хорошо, да, хорошо. Был вопрос, который связан со следующим. В версии 23.1 при работе с таблицей добычи регионов в таблице отсутствует столбец вес. Связано ли это с неактуальной версией программы? Если нет, как это исправить? Ну да, ответ, да, версия неактуальна. Следующий вопрос. Можно ли сделать распределение добычи между пластами, неопределенной величиной частью целевой функции? Да, можно. Собственно, я это и показал. Когда мы заходим в диалог автоадаптации, мы можем выбрать стратегию, правила стратегии. И вот эти вот как раз правила, которые за коэффициент распределения отвечают, здесь доступны для адаптации. К следующему вопросу перейдем. Так, про раскрашивание резервуаров цвет. В настройках отображения цветов не отображаются пункты газ, нефть и прочее. Как его раскрасить в соответствии с фазой? Ну, вероятнее всего, тоже дело связано с версией, потому что вот мои актуальные 23.3, которые доступны в разделе технической поддержки, на сайте технической поддержки. Собственно, есть настройки, вот мы можем выбрать по фазе и применить. Причем мы можем для каждой фазы цвет определить свой, тот, который необходим для той или иной, для тех или иных материалов. Так, возможно ли создать IPR-кривые по данным истории? В целом, да. То есть, но не совсем в модуле материальный баланс. Для этого вы можете использовать дизайнер скважин. То есть, там можно задать, например, какие-то замеры, замеры индикаторных кривых, к примеру, и, соответственно, по ним создать уже IPR. И тогда она будет полностью соответствовать тем замерам, историческим данным, которые у вас есть. Например, вы можете, если именно по истории нужно, то можно создать искусственный замер, который будет содержать в себе дебиты, отношения, отношения соответствующие, там, газовый фактор, обойденность, забойное давление, и по ним уже построить IPR. Такое, да, возможно в версии 23.3. Планируется ли включить в модуль матбаланса классические методы анализа и адаптации исторических данных по методам Авлена-Аде, Кэмпбелла, подозреваю, и прочих? Это уже есть, просто я не осветил в данном вебинаре. Если мы перейдем на вкладку «Графический анализ матбаланса» и выберем, к примеру, какой-нибудь вариант расчета, то мы можем их увидеть. Допустим, по Кэмпбеллу, там нужно заказать определенные графики, да, но, тем не менее, это все есть. Для газовых, соответственно, будут газовые методы, для нефтяных – нефтяные методы. Вот, соответственно, вы видите, да, что есть с аквифером, без аквифера. Кроме того, мы можем эти методы рассчитать как по уже рассчитанным моделям от баланса, так и по таблице добычи регионов. Ну, вот, собственно, да, посчитался, допустим, Кэмпбелл без аквифера. То есть, единственное, по таблице добычи по регионам на данный момент расчет не учитывает аквифер, да, поэтому здесь вот, собственно, без аквифера указано. Но в будущих версиях мы, собственно, добавим расчеты аквифера. Поэтому можно будет использовать для предварительной адаптации, для получения предварительных результатов по объемам. Можно ли считать прогноз по скважинам, по которым нет истории? Да, конечно, можно. То есть, нам достаточно задать, не делать вот эти все первые шаги, только прогноз, создать только стратегию для прогноза и, соответственно, посчитать. То есть, видите, мы указали здесь в явном виде исходные данные, да, дебет жидкости. Вот, указали, собственно, IPR-ы, и таким образом можно посчитать. Возможно ли адаптация газа, прорывы из газовой шапки? У нас есть, ну, объемы газа, да, конечно, мы можем адаптировать, да, вероятнее всего вас интересует динамика добычи газа, соответственно, рост газового фактора. То есть, такие вещи можно садаптировать с помощью ОФП. То есть, у нас есть инструмент, который позволяет по результату расчета выполнить адаптацию ОФП по варианту материального баланса. Мы здесь указываем скважины, да, соответственно, алгоритм смотрит на добычу, в таблице добычи по скважинам и подбирает таким образом ОФП, да, чтобы в зависимости от текущего насыщения в резервуаре газовый фактор или обводненность, собственно, была равна фактической. И на прогноз, соответственно, тоже это будет использоваться. Как раз я и показывал, да, то есть, когда я подключал ОФП каждому из, ОФП каждому из вариантов, каждый из скважин, для этого это и было сделано, да, чтобы смоделировать динамику обводнения по разным частям. Так, спасибо за доклад, очень наглядно. Подскажите, не планируется ли внедрение возможностей динамических коэффициентов участия для скважин, например, в случае моделирования элементов заводения в матбалансе, для скважин на границе элементов участие непостоянного времени. Это нужно протестировать, то есть, в целом, это можно сделать, то есть, сейчас, если добавить несколько правил, например, в разные даты, да, с коэффициентом распределения, то, по идее, это должно сработать и сейчас. Ну, можно протестировать, я проверю, как это работает, и мы рассмотрим, конечно, возможность это добавить. Это действительно полезное предложение. Спасибо большое. Да. На данный момент пока вопросы закончились. Коллеги, вижу, что вопросы закончились. Если есть какие-то вопросы, коллеги, пожалуйста. Ну, у вас еще есть несколько секунд, чтобы написать свой вопрос. А так, на самом деле, мне кажется, Роман дал сегодня достаточно большой объем информации. Роман, спасибо большое. Действительно интересный доклад, наглядные примеры. Показали все очень доступно. Много вопросов, на которые вы ответили. Поэтому мы вас благодарим. И, коллеги, тогда позвольте мне, я, наверное, продолжу нашу организационную часть. Да, спасибо. Спасибо. Наталья вернула вам экран. Итак, коллеги, хочу сказать, что видеозаписи наших вебинаров вы можете посмотреть обычно на нашем канале в YouTube, Rockflow Dynamics пишется слитно. Также мы делимся в нашем канале в Телеграме новостями, анонсами наших предстоящих мероприятий. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте. Ну и, конечно же, на нашем сайте мы публикуем и анонсы будущих вебинаров, и также есть записи наших прошедших вебинаров. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня мы не можем предоставить вам запись PDF в презентацию нашего спикера, так как у нас была живая демонстрация. И поэтому мы просто просим вас заполнить опросник. Это поможет нам в подготовке следующей пятой зимней серии наших вебинаров. Нам будет интересно услышать ваше мнение и интересующие вас темы. Поэтому, пожалуйста, вы можете пройти по ссылке из чатов и заполнить опросник, и это займет не более 30 секунд. А если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете всегда написать нам на почту, указанную на экране. А также вы можете писать ваши вопросы в службу технической поддержки. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что техническая поддержка работает у нас 24 на 7. И, собственно, до встречи на нашей новой серии вебинаров в ноябре. Позвольте еще раз поблагодарить Романа за такой действительно интересный и полномасштабный доклад, за живую демонстрацию. И спасибо вам, уважаемые коллеги, за то, что вы посещаете наши вебинары, за то, что вы с нами, за то, что вы были с нами всю эту серию. И ждем вас дальше, когда мы будем продолжать на нашей пятой серии в ноябре. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.